Какая нужда была вам создавать симфонию на неканонические книги Библии, если она уже была до вас издана? Не зря ли столько лет трудились, такие силы положили на нее, изобретая в кавычках велосипед, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Резонно и умно, но я не дилетант в Библии, а значит и в пользовании ею. То есть держал в памяти симфонию и на неканонические книги Библии. Ревниво исследовал все симфонии, какие уже были изданы и нашел, что сделаны они ужасно небрежно, непрофессионально. Лучшая из всех на канонические книги симфония, изданная в Германии, вернее Геродская. Вот по образцу ее я и замыслил издать симфонию на неканонические книги перед изданием, написал в издательство, где была издана одна из патриарших симфоний. Мир вам, труженики усердные! В нашем книжном магазине есть книга «Полная симфония» на неканонические книги с обратным адресом издательства 197 009 Санкт-Петербург, улица Лебедева, 31. Библия для всех. Размер листа книги 160 на 240 мм, 496 страниц 2000 года. Может быть, вам неизвестно, что изданная вами эта симфония стоит на полках мертвым грузом, и хотя тираж ее на всю страну полторы тысячи экземпляров, но она и в известных нам других городах стоит невостребованная. Причина в том, что православные люди исключительно плохо знают Библию и не любят ее. И сама эта симфония издана неумелой, крайне непрофессиональной. Ею пользоваться почти невозможно. И вот почему. Первое. Самая большая ошибка в вашей симфонии та, что слова даны в падежах по словоформам. Это не позволяет найти искомое слово по следующим причинам. Когда кто ищет слово, то знает только примерно, как оно звучит. И поэтому искать человек не может по нужному падежу или глагол по спряжению. А в вашей симфонии слово разбросано по разным местам, а между ними стоят другие слова. Проверьте хотя бы слово в кавычках ложь. Где находится родительный падеж лжи? И сколько разных слов между этими словами? И так почти везде. У нас же они сведены все и в одно слово, в одном месте. Мы вручную обрабатывали программные данные более 12 раз по разным параметрам. Для работы при составлении симфонии нужно исключительно большое желание и любовь к слову Божию. Чего в вашем издании не видно. Просто чисто механически запустили данные компьютерные, укоротив только стихи, притом не совсем профессиональные. Второе. Нет точки после указания книги. А сразу же дана глава и стих. Третье. Цифры вплотную к буквам. Это делает неудобным и утомительным поиск. Четвертое. В конце строчки ставят разные знаки. Точки, двоеточие, точка, запятые, тиры, восстанцательные знаки и вопросительные. То есть оставили, как было в данных от компьютерного отображения. В обработку указанных стихов труда не вложили почти никакого, кроме сокращения стихов по длине. В симфонии лишь должен быть только один знак, точка. Этим она сразу же помогает выхватить глазом сокращенное слово, после которого всегда и стоит только точка. После указанной буквы точка. Пятое. Смысловое слово на странице не выделено в левую сторону на строке, не выпячивается, что позволяло бы сразу, глазу сразу же цепко ухватить это искомое слово. Сравните с нашей симфонией, созданной по образцу Венеги Рудской. Шестое. Нет указания книги вверху каждого столбца на каждой странице. Это не позволяет мгновенно понять, в какой именно книге главе относятся эти строки, и это сильно утомляет при работе с вашей симфонией. Седьмое. Шрифт подобран очень неудачно, картаво, психологически нудный. Это касается как жирным шрифтом выделенные слова, так и простым. Восьмое. Количество слов по каждому слову. Эти данные выдала машина, и их зачем-то вставили, а они для пользы совершенно не нужны, лишние отвлекают, утомляют зрение. В симфонии не должно быть лишних, ни одного знака, ни одной буквы сокращения во всем максимальные. Девятое. Указание двух слов вместе на каждой странице, вверху ее жирным, как смысловое, у вас лишнее и не помогает делу. Нужно сделать, как видите в нашей симфонии, на левой странице, вверху жирным предыдущее слово, если оно переходное, а на правой странице слово последнее, на этой уже странице. Десятое. Нет точки после указанного сокращенного слова. Если вам будет интересно узнать, почему я так говорю, то коротко скажу. Мне 65 лет, из них я совершенно сознательно провел в Библии в руках 41 год и знаю, как необходимо проповедникам-священникам симфонии на Библию. Но таких симфоний только на канонические книги издана уже немало. Самая лучшая из них – верни Геродская. 105 на 138 мм. 1278 страниц 1925 года. В 1988 году я совершенно самостоятельно вручную, один, независимо ни от какой симфонии, создал симфонию на 5 неканонических книг. С 2001 по 2004 годы мы с друзьями при помощи компьютерных программ создали самую полную симфонию на все 11 неканонических книг Библии с отключением молитвы Моносии и полной седьмой главы на третью ездры. Получилась книга с 408 страниц размером 145 на 200 мм. Точно по образу верни Геродской. Но наша в 2,44 раза волнеет эта симфония на канонические книги, так как выбраны практически все слова этих 11 книг Библии. Если вы пожелаете издать наш вариант симфонии, то мы готовы предоставить вам электронную версию. Если бы вы решились ее издать, то согласно договорам мне бы бесплатно нужно отдать 150 экземпляров для бесплатной рассылки нашим друзьям. Если же вы не будете издавать наш вариант симфонии на неканонический 11 книг, то заинтересовались нашим изданием, то пришлите ваш ответ без замедления сразу же и закажите у нас себе симфонию в нужном количестве. Думаю, что цена ее будет не более 80 рублей. Твердый переплет и темно-вишневого цвета. Наш адрес 656-016, город Барнаул, улица 2-я строительная, 62-16, Лавкин, Игнатий Тихонович. Телефон 385-2-24-38-46, 62-81-37. Дан электронный адрес, электронная версия книги. Познакомьтесь с сайтом. Высылаю образцы страниц нашей симфонии 28 февраля 2004 года. Факт 23-93-87. Но ответа так и не дождался. Отходами завалена земля, реактора блевотина в контейнер. На слово извержение был изготовлен кляп вождей прошедшего, давно развеял ветер. И суета-сует житейской ноготы на свалке догорает, скрыто пеплом. С надуманной низверглись высоты. Хор прихребателей, хвалу вчера им пели. Но рушиться на выброс потащили учебники марксистского разбоя. Советы пиночеты сдали Чили, империю, союз после застоя. Как не бывало, только прах метет, шикует, вырождая из поколения. Смертельной горечью стал почерневший мед. В отхожем месте Гитлер, Сталин, Ленин. Не гибнущее вечно то, что лечит. Бессмертия распродняется Иисусе. Любви не гаснут. Непогоду свечи быть восковой. О том с утра молюсь я. Сокровищницу Божию войти. Зазорно ли от поношений черных. Не скрыжетать зубами, не вопить. Когда воскреснем, как один из мертвых. Два полюса в сознании. Плюс и минус. Приходится готовиться к расчету. Не тленное цени, а остальное минит. Не дорожи же временным почетом. Не силится победу одержать. Сомнительное ложное отбросить. Крается вор. Влетает моль и ржа. Сгорает дуб до корешков отростков. Оценочные навыки от Бога. Здесь совесть Библия и Дух Святой на помощь. Огнем очищенная станет высшей пробы. Обещанная где-то рядом полночь. 16 марта 2005 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok